Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Руэма Аника. Теперь на видео. Сегодня понедельник. Мы вернулись после выставки. Выставка буквально вчера закончилась. Я приехал в Екатеринбург в субботу. Парни остались. Я был всего лишь три дня там. Был на монтаже. И первые два дня у меня этих двух дней очень сильно хватило. Есть о чем рассказать и что по вам показать. В общем-то, про выставку. Выставка шикарная, великолепная. Мы практически процентов на 80, наверное, реализовали своих планов. Что-то не до конца получилось. Что-то получилось с огрехами. Что-то получилось даже лучше, чем хотелось. Стенд у нас был великолепный. Просто мега крутой. Просто потрясающий. Огромное количество фотографий его есть. Всем гостям, кто к нам приходил на стенд, все очень понравилось. Нам, в свою очередь, тоже очень понравилось. Было очень удобно на нем работать. Было достаточно много места. Товар на полках был удобно расставлен. Кроме того, что было очень антуражно, еще было очень удобно его доставать и вам вручать его. Сундуки, которые мы там задумали и привезли, сундуки витрины, они полностью на 100% себя оправдали. Некоторые доработки надо будет сделать, но в целом все очень круто. Надеюсь, осенью стенд сделаем еще больше, потому что места и для товара не хватало, потому что, наверное, 50% товара у нас хранилось в коморке у организаторов. И места даже торговать, в общем-то, все равно не хватало, потому что, например, сделали такой мастер-класс с Петром. Хотели Петра, нашего друга, резчика, пригласить, чтобы он провел мастер-класс. Ему было уже неудобно, то есть он работал, щепки летели и в покупатели, и просто ему тесно было работать. Поэтому, чтобы такие мероприятия проводить, надо все-таки больше места. Ну и плюс вот эту витрину, которая сзади нас находилась, хочется сделать еще больше. Больше там разместить фотографии, больше разместить полок с товарами, еще красивее расставить всю нашу продукцию, сделать какую-то напольную витрину, каких-то сундуков еще добавить. В общем, еще антуражно все это сделать. Вот, хочется, чтобы наша витрина на время остановилась в нашем магазине, в нашем шоуруме в Москве, потому что магазина у нас пока что в Москве еще нет. Да и в Екатеринбурге тоже нет, на самом деле, только вот наш офис. Поэтому будем пока что довольствоваться шоурумом во время выставок. И надеюсь, что отработаем, поймем какую-то стилистику, найдем эту стилистику нашу общую, нашу мастерской. И в дальнейшем, когда у нас все-таки удастся открыть шоурум в Москве или в Екатеринбурге, все этот опыт применить уже там. Ну, поэтому пишите в комментариях, что нужно сделать лучше, что доделать, что довести до ума, чего нам не хватает, какого товара, опять же, не хватает, что бы вы хотели там видеть. Все будем улучшать. На этот раз на выставке сделали специальную промо-акцию, на них два товара, на нож Бушкрафт и на топоровую шкуй. На них снизили цены, сделали такой маленький баннер, который на самом деле никто там не видел, по-моему, но он все равно там был. Акция была, товар по этой акции расходился. Не знаю, по-моему, он и так бы хорошо расходился, ножи Бушкрафта 100% бы разобрали бы, наверное, без этой акции. Но хотелось провести такой опыт, чтобы получить какое-то понимание, работает на выставках это не работает, и что нужно сделать. Топоры в шкуй тоже большой популярностью пользовались, но продавались три дня на самом деле. Хотелось бы, чтобы они разлетелись в первый день, но я думаю, что это связано все-таки с тем, что этот товар новенький, этот топор, модель еще не распробована, и в принципе цель этой акции и этой выставки состояла в том, чтобы как можно больше топоров уже появилось у вас. покупателей, употребителей, чтобы вы как можно скорее уже начали ими работать, и мы получили как можно скорее обратную связь, чтобы вы нам поскорее рассказали, что в них хорошего, что в них не очень, что лучше поменять, что изменить, чтобы поскорее в интернетах появились фотографии с этими топорами, и чтобы как можно больше появилось новых покупателей на эти модели. Ножи Бушкрафты мы привозили уже с некоторыми доработками, то есть новые были Бушкрафты, это были кованые Бушкрафты, не как раньше из листа, они были полностью откованы, доллы были прокованы, они были немножко тяжелее, чем раньше, но те люди, которые их покупали, по их им отзывам, им их как-то не смущало, некоторым даже, наоборот, даже нравилось. Следующая серия, насколько я понимаю, если вам все удастся, она будет уже все-таки полегче, то есть они также будут кованы, но будет облегченная рукоятка. Надеюсь, на новогодний клинок мы их уже привезем такими, новыми партиями, привезем гораздо больше, чтобы всем хватило, потому что сейчас на обед, в первый день к обеду они уже закончились, когда мы довезли вторую партию на второй день, они через два часа тоже закончились, поэтому надеюсь, мы это исправим в ситуации и привезем для всех ножи. В общем-то, наверное, это не удивительно, потому что выставка до сих пор наживая, на самом деле, не топоринная, она наживая, и все люди, в основном, идут как раз-то на стенду за ножами. Это надо исправлять, это надо менять, надо, чтобы на клинок шли за топорами, и это, наверное, одна из наших целей, чтобы клинок назывался не клинок, а как-нибудь там лезвие, режущая кромка, еще как-нибудь. Ну, это, конечно, шутка. Будем исправляться, будем больше привозить ножей, больше привозить парангов, еще что-нибудь клинкового, кроме топоров. Пишите, в общем-то, нам в комментариях, опять же, что нужно еще привезти из клинкового, чтобы нам не хватает. Кроме того, что больше привезите бушкрафтов. Это мы сами понимаем. Что-то порежем, ладно, заминки. Что еще? А, что еще, ребят? Привезли первые наши лопатки пехотные. И это круто, потому что мы тут долго телились, метелились, долго сомневались, и, слава богу, нам хватило силы, мы в последний момент, короче, перед самой выставкой сделали первую там партию из 30, там, даже на 30, 25, по-моему, всего было лопаток. Их разобрали, опять же, в первый же день, до обеда. Мы их потом довозили во второй день, лопатки, но просто великолепно, что мы их привезли и вам распродали. Тоже, опять же, как раз для того, чтобы поскорее получить обратную связь от вас. Поэтому те люди, которые получили, заполучили эти лопатки, поскорее идите, рубите что-нибудь ими, копайте. Люди, дорогие друзья, которые получили вот эти самые лопатки пехотные, поскорее идите в лес, рубите ими что-нибудь, копайте. Именно рубите, потому что это же наши лопатки. Как бы, что мы не возьмёмся, что мы не делаем, всё равно получается топор. То же самое получилось, в принципе, и с лопаткой. Делали лопатку, получилось, не знаю, тесак, мачете, паранг, всё что угодно. Ну и самое главное, всё равно, это лопатка, ей можно великолепно и очень удобно копать. Поэтому пишите нам поскорее, как вам оно в работе, если необходимо, чтобы мы что-то исправили и доработали в них. Я понимаю, что чехол, чехол там надо ещё доработать, и чтобы на всех лопатках были чехлы. Но это будем стараться, будем делать и уже к Новому году привезти новые пехотные лопатки. В этот раз достаточно много привезли сопутки. Не всё удалось, что мы обещали, то есть мы не смогли перевезти куксы, которые хотя я вам обещал, извините, не получилось. Что? С шоперами, вот этими моими любимыми, всего лишь один шопер до сих пор здесь грустит, так и не получилось, хотя я вам на видео обещал. Я в это видео очень много буду извиняться, ещё раз, в общем-то, извините меня за шоперы, я надеюсь, что в следующий раз мы вам привезём их. Мешочков очень много привезли и опять же их очень быстро все разобрали, в следующий раз привезём больше. В общем, на самом деле вот вся вот эта задумка с сопуткой, это моя, не знаю, головная боль, главное, мне хочется, чтобы эти сопутки было ещё больше, чтобы к нам на выставку, на наш стенд шли не только за топорами, но и за сопуткой. То есть, может быть, есть, я понимаю, что есть уже огромное количество людей, у которых не один топор, а даже 3-4 топора, и, в общем-то, они уже никогда нам приходят на стенд, они уже думают, наверное, блин, у меня уже 4 топора, что мне ещё брать, чтобы и для этих людей было что взять, чтобы, опять же, это были и ножи, и саки, камни, масла, воски, и наверняка у вас тоже есть какие-то идеи, что нам необходимо в нашем маленьком уютном магазинчике, что ещё нужно, пишите, и мы это обязательно будем делать и обязательно вам привезём. А в выставке были ещё вот такие вот книжки. Мы их привезли три штуки всего лишь для антуража на стенде, и их очень быстро разобрали. То есть, оказалось, что действительно такие книжки нужны, по крайней мере, на выставках. Постарайтесь, вчера привезём ещё какую-нибудь литературу, и эту литературу побольше, ещё какую-нибудь литературу. Все удивились нашим футболкам. Первый раз мы сделали свои футболки, это как бы большая заслуга Виталия Андреевича, потому что он буквально за 4 дня до самой выставки устал ждать, когда я там организую эти футболки и взял всё в свои руки. И сам эти руки, и сам эти футболки сделал, напечатал, разработал эскиз, там что-то мы с ними спорили, переделывали, но в конце концов мы их напечатали и привезли. Мы их ещё будем доделывать, допиливать, дорисовывать, и на Новый год я надеюсь, что мы опять же привезём уже какие-нибудь эти футболки не только на себе, но ещё какой-нибудь мерч на продажу, чтобы, если кому-то интересно, чтобы вы тоже смогли их получить. Ну и самое главное, дорогие друзья, я вам обещал лотерею, розыгрыш, извините мне, лотерея, короче, не получилась на самой выставке, я немножко накосячил, потому что лотерея первый раз проводил, немножко, на самом деле, не сообразил, то есть мы лотерейные билетики вам раздавали, а я не учёл момент, что потом эти билетики нам будут подсчитать, то есть кому мы выдали, то есть сколько у нас лотерейных билетов, в общем, среди кого эти лотерейные билеты разыгрывать. Поэтому было принято решение лотерею отложить до того, как мы приедем домой, у нас будет коробка с билетиками оставшимися, я смогу вручную пересчитать, понять, какие номера всё-таки участвовали, а какие не участвовали, и среди тех номеров, которые участвовали, уже провести лотерею. Плюс в комментариях по большое количество людей нам написало, что они не получили билетиков, поэтому, ребята, опять же, извините, билетики, вы те ребята, которые не получили, ещё раз напишите нам в комментариях, или лучше в личку напишите, только не мне в личку, а в личку на рабочий аккаунт, пришлите фотографии того, что вы получили, то, что вы купили, мы вам автоматически электронно в интернете присвоим лотерейный билетик, и в конце недели вы вместе со всеми будете участвовать в этом розыгрыше. Снимем видео, в котором будем проводить эту лотерею. В общем-то, задумка на самом деле себя оправдала, было много желающих, которые хотели участвовать в этой лотереи, поэтому в следующий раз она обязательно тоже повторится. Вообще, на самом деле, очень большое количество этих идей, задумок, маркетинговых ходов, которые в этот раз получилось реализовать, которые в следующий раз будем еще пробовать. Очень много было моментов, которые проводилось в тестовом режиме и показало какие-то недочеты, недоработки, все это будем улучшать. И постараемся сделать так, чтобы выставка, клинок была большим праздником и она становилась все интереснее и интереснее, чтобы все больше и больше людей к нам шло на стенд на самом деле. За топорами, за маслом, за воском, за ножами, за лопатками и за всем остальным. В общем, ребят, будем работать дальше. о футболке. На спинах наших футболок, на некоторых футболках было написано такой слоган «Урея Маника самые бездушные топоры с пожизненной гарантией». В комментариях, на выставках, в комментариях нам начали задавать вопрос, что это означает. Рассказываю. Это такая внутренняя тема, внутренняя шутка нашей мастерской. Потому что, когда-то нам начали писать, что Маника делает бездушные топоры, работает на станках, там никакой ручной работы у них не осталось, использует пресса и вообще огромное количество там оснастки. И, типа, это бездушные топоры. В общем-то, я с этим абсолютно согласен. У нас бездушные топоры. Потому что мы делаем просто высококачественный инструмент из отличной стали, с отличной ковкой, с лесаркой, с отличной термообработкой, отлично насаженные. Это просто всего лишь навсего высококачественный инструмент по жизненной гарантии. Ничего больше. В общем-то, все. Здесь мы продаем просто вам хороший, качественный инструмент. Без каких-то рассказывать про душевность, про какую-то там, не знаю, работу в кузнице, в лесах, в полях, что какие-то там деды учили, еще что-нибудь. Нет. Мы просто делаем хороший, качественный инструмент. И наша цель построить завод, большое, серьезное производство, которое будет делать хороший инструмент, который можно будет продавать, не знаю, по всему миру. И чтобы это стало каким-то хорошим брендом, который, не знаю, моя личная мечта, ну и мечта нашей мастерской, чтобы Аника, это была ассоциация с кованными топорами, чтобы Урал была ассоциация с хорошим, качественным инструментом. Ничего больше. Ну и опять же, когда вы купите этот топор, когда он станет обладателем этого топора, когда вы отправитесь в какие-то походы, в экспедиции, в походы выходного дня, или отправитесь в какую-то серьезную экспедицию, когда вы будете замерзать, и этот топор спасет ваше здоровье или даже ваше жизнь, вы разведете костер и сможете согреться и обсушить свои вещи. Когда вы своего, вашего сына, будете учить этим топором колоть дрова и разводить костер, когда он у вас будет уже не один год и где-нибудь висеть на почетном месте, и глядя на него, вы будете вспоминать все эти экспедиции и походы. Вот тогда уже можно будет говорить о какой-то душевности, тогда у вас уже появится связь с этой вещью, и она для вас, лично для вас, станет живой. Возможно, возможно, станет живым каким-то существом. И тогда можно будет говорить о какой-то душевности. А сейчас когда она выходит из стен мастерской, это просто хороший, качественный инструмент. Немножко про выставку еще. Про ее подготовку. На самом деле мы каждую выставку ведет, у нас какой-то прирост в два раза. Еще в два раза больше мы везем товаров, в два раза больше мы продаем, в два раза увеличится наш центр. То есть про центр я уже вам рассказал, про товар тоже, в принципе, рассказывал, до этого рассказывал, про то, что сейчас мы с вами поговорили, что нам удалось. Была проведена очень большая серьезная работа. То есть мы весь месяц готовились к выставке. За две недели мы начали упаковку и отправку товара. На самом деле кому-то поздно, к сожалению, кому-то поздно мы отправили его заказы. Прыношим тоже извинения нас просим, простите, понять. Потому что все это время мы каждый день упаковывали, 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 отправляли, отправляли. То есть у нас было три отправки с ДЭКом. Большая отправка сборным грузом, дальнобойщиками. Ребята, каждый из парней, кто у нас ехал самолетом, то есть мы в три партии людей, в три партии мы уезжали, улетали, все везли с собой большой груз с топорами. То есть Макс, снабженец, который у нас приехал на второй день и самый последний к нам прилетал, он вез с собой 150 килограмм топоров. То есть чувак, который весит, не знаю, килограмм, наверное, сколько он весит, килограмм 70, может быть, а то и меньше. Он вез в два раза больше груза топоров. Я до последнего сомневался, как он это сделает, но он это сделал и даже, по-моему, не спотел. Макс, красавчик, большое тебе спасибо, ты молодец. Вообще, выставка, это не только продажи, то есть мы всегда это говорили и будем продолжать говорить, что выставка, это в первую очередь выставка, это не ярмарка, это встреча покупателей и продавцов, это встреча производителей с друг с другом, это встреча просто потребителей, это большой праздник. И наша задача, как участника выставки, сделать так, чтобы она стала еще интереснее для вас и для нас тоже, чтобы еще больше людей, новых людей приходило на эту выставку и мы будем продолжать в эту сторону работать. В этот раз нам удалось наконец-то провести стенд, организовать стенд с рубкой, привезти бревна, а, ребят, это на самом деле не так уж и просто. Живя в Екатеринбурге, найти хорошее, подходящее бревна большого диаметра в Москве и все это в Москве напилить, загрузить на машину и привезти на выставку и там все это организовать. Кроме вот таких логистических сложностей, еще на самом деле большие опасения были в самом проведении этого мероприятия, потому что, если мы это проводили у себя в городе, это одно, у себя в Екатеринбурге на выставках, это тоже как бы нормально. Мы это проводили на фестивале урубанков нет и там это прекрасно работало, потому что все-таки выставка там чуть поменьше и самое главное это все-таки ремесленная выставка, туда идут ремесленники, мастера, они все готовые, подготовленные люди, то есть ты в них уверен, ты понимаешь, что они не понимают, как работать опором, они сами тебя научат работать инструментом, а клинок это очень большая выставка, это самая большая выставка на живом у нас все-таки в стране, там огромное количество людей проходит за день и будем честны, на клинке все встречаются, многие выпивают и большое количество людей навесели, это как бы, ну, это были, были поэтому некоторая осторожность на эту тему, но я хочу вам сказать большое спасибо всем, кто приходил к нам на сцену, потому что все наши опасения были ложными, все сработало отлично, не было никаких эсцессов, не было никаких травм, не было никакой руганий, насколько я знаю, все прошло хорошо, поэтому большое вам спасибо, что все остались живы и здоровы, мы это будем продолжать, эту тему с мастер-классами, с этим стендом будем не просто продолжать, но и будем ее развивать, то есть в следующий раз на синем клинке мы постараемся сделать еще интереснее, еще больше и приготовьте еще кучу новых каких-то тем, про которые мы вам отдельно расскажем. В этот раз нам удалось, наконец-то удалось организовать такую небольшую встречу мастеров, кузнецов топоростроения, я не знаю, топористов, как бы, то есть всегда хотелось в одном месте организовать такую выставку топоров, то есть не просто, чтобы вот как бы есть отдельные стенды и прочее, прочее, не просто выставка, конкурс, не просто конкурс мастеров, который проходит на самом фестивале, а организовать такую небольшую выставку внутри выставки, которая посвящена была бы только топорам, и в которой могли бы участвовать даже те люди, те мастера, которые не участвуют на самой выставке, то есть была такая задумка, что мастер, который не участвует на выставке, он мог бы к нам прислать топор, свой топор, и мы бы его выставили хотя бы на несколько часов на этой небольшой выставке. В прошлом году, на прошлой выставке, нам по нескольким причинам не удалось это сделать. Ну, самая главная причина была эта наша плохая самоорганизованность, но мы провели работу над ошибками, и в этот раз мы все это провели. Встреча состоялась на втором этаже, где участок мастер-классов. Было очень мало людей, надо как бы быть честными, но нам хотя бы, мы хотя бы это начали. Было несколько мастеров, которых не было на самой выставке, было несколько мастеров, которых я даже никогда раньше не знал. К сожалению, мы познакомились или на выставке, или некоторое время до выставки. Это было очень круто, потому что я вживую смог посмотреть, пощупать топоры других мастеров. С некоторыми мы встретились вживую первый раз, смогли пообщаться. Это было очень круто. Я надеюсь, что эта тема будет только расти и развиваться через некоторое время. Мы сможем вот эту выставку, внутри выставки, чисто, которая посещена только топорам, ее сделать основной, сделать так, чтобы люди, многие люди пошли на сам клинок, даже может быть, только ради этого, ради только топоров. Потому что я уверен, что топоры, честно, я уверен, что топоры, они гораздо интереснее, чем ножи, потому что что такое ножи? Это просто кусок полосы. Давайте не в обиду тем ножеделам, не в обиду ножеделам. Но для меня нож это кусок полосы стали. Да, он может быть очень сложно срисали, может быть, какая-то сложная резьба и прочее, прочее. Но ковка топора это гораздо интереснее, гораздо красивее, гораздо мощнее, там гораздо куча станков, гораздо больше оборудования, сложнее оборудования. И мне кажется, в топоре, в самом как инструменте, как предмете, гораздо больше можно всего сделать и выразиться как мастеру. Поэтому будем делать так, чтобы клинок прирастал топорами, прирастал мастерами, топористами. А вам было еще интереснее приходить на эту выставку, чем сейчас. Чтобы выставка росла и развивалась. Будем заканчивать ролик. В общем-то, это один из первых роликов про клинок. Но завтра уже вернется Виталий Андреевич на работу. Сейчас он отоспится, отдохнет. И мы с ним еще поговорим про выставку его ощущения от выставки. Потому что в последний день он очень много ходил, общался с разными производителями, разными мастерами. И ему есть что рассказать. Поговорим про следующую выставку. Что там запланируем, что там будет еще происходить. Потом, я надеюсь, такую же встречу проведем с Алексеем Михайловичем. Поговорим с ним, про его ощущения от выставки. Потому что он настроен. И у нас у всех разное впечатление от выставки. И разное мнение на самом деле о выставке. Поговорим с ребятами, которые первый раз, с нашими мастерами, которые первый раз приехали на выставку. И первый раз работали на стенде. Они расскажут свое мнение. То есть мы вас еще замучаем этими выпусками про выставку клинок. Но, пожалуйста, не переключайтесь. Вам еще будут показывать на следующем ролике. Будем вам показывать уже топоры, производство. Будет еще много другого интересного. Не только связано с клинком. Поэтому не переключайтесь. А сейчас небольшая реклама. Буквально совсем скоро, в декабре месяце, в самом конце декабря, будет проходить новогодний клинок. Этот клинок будет немножко другим. Он будет не такой массовый. Я думаю, что он будет не таким массовым, как сейчас осенний. Он будет поменьше. Но зато он будет проходить перед самым Новым годом. И, насколько я понимаю, самая главная цель этого клинка – это дать возможность людям купить подарки перед Новым годом. И поэтому мы тоже будем на нем участвовать. Переедем со своими топорами, своими изделиями. И вот сейчас у меня к вам просьба. Напишите нам, расскажите, что бы вы хотели видеть перед самым Новым годом. То есть, может быть… Потому что, мне кажется, на эту выставку надо ввести побольше каких-то изделий. Может быть, не самых дорогих. Может быть, чуть бюджетнее. Что-то нового. Того, чтобы у вас была возможность закупиться какими-то подарками для своих друзей, для своих родных, для коллег. Но не просто какими-то безделушками, не какими-то глупостями, а теми вещами, которые реально будут работать, которыми вы сможете пользоваться. Поэтому я прошу вас некоторой помощи. Расскажите нам, подскажите, что еще не хватает нам. Каких-то изделий. Что бы вы хотели увидеть у нас на стенде перед самым Новым годом. Что бы вы хотели подарить своим друзьям и коллегам от нас, от нашей мастерской. Большое вам спасибо за внимание, за то, что смотрите наши ролики. Подписывайтесь, ставьте колокольчики, лайки. Это очень поможет нашей мастерской, нашему каналу. И большое вам спасибо всем людям, которые приходили на наш стенд за покупками или просто поздороваться, общаться. Это очень невероятно круто, когда приходят люди, жмут руку и говорят «Большое вам спасибо за работу, у меня есть ваш топор, он очень хорошо работает». Или, может быть, наоборот, иногда приходят и говорят, что «Ребят, тут не очень, вот это нужно подправить, вот это изменить, это тоже хорошо». И обязательно, если у вас есть что сказать о нашей работе, приходите на выставку и говорите это. Это нам очень сильно помогает. Большое спасибо организаторам за выставки «Клинок». Большое вам спасибо за выставку, за эти четыре дня. За эти мероприятия. Каждая выставка – это большой праздник. Это невероятно круто. Мы когда-то начали ездить на эти выставки, на вашу выставку. И это было одним из правильнейших решений, которые мы принимали. Надеюсь, что выставка будет остаться еще лучше, еще круче. Она с каждым годом, по моим ощущениям, она с каждым разом становится все интереснее.